После вчерашней игры, да, такой хорошей игры, именно игры, показанной игроками, а не результаты игры, понимаете, именно хорошая игра такая, прям на подъеме, хорошее настроение у всех, достаточно, так сказать, большая перспектива открывается с такой игрой, да, и вот такое сегодняшнее поражение. Все элементарно просто, недонастроена команда, слишком ранняя уверенность в своих силах, что вот сейчас мы их так вчера обыграли легко и сегодня так же обыграли, вот и все, поэтому дали чуть-чуть команде Владимира разыграться, как раз это команда из числа тех, которые, им только дай повод проявить себя, они его проявят, обязательно воспользуются этим шансом. Поэтому тут все просто, как бы, недонастроен, ни вовремя не смогли вернуться в игру, вовремя не смогли переломить, как бы, да, игру Владимира, и вот такой результат. Когда дальше будете готовиться к следующему матчу? К следующему матчу сейчас пауза две недели, потом у нас три тура подряд с не самыми сильными соперниками, да, конечно, я уже вчера говорил, что надо брать максимум, тогда есть хорошая перспектива, да, в данном моменте мы находимся на третьем месте, и так и остались после сегодняшней игры, да, но это не тот результат, на который мы надеялись, с которым мы попадем в финал. Я хотел бы, чтобы это было, пускай, даже пускай это будет третье место, но это будет реально по игре, тогда можно говорить о попадании там в финал с третьего места, что это хорошо. А на данном этапе третье место, но я считаю, что это не то третье место, которое реально командно способна. То есть надо держать уровень, надо держать стабильность, надо показывать хорошую игру, на которую ребята способны. Поэтому надеемся, что, конечно, это произойдет в ближайшее время.